Любимые и уважаемые братья, Всевышний Аллах говорит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этих аятов, которые находятся в суре Аль-Бахара, мои уважаемые братья, будет достаточно для того, чтобы пробудить наши сердца, для подготовки к этому великому месяцу. Действительно, братья мои, мы нуждаемся в том, чтобы подготовить наши души. Клянусь Аллахом, мы проявляем небрежность по отношению к Рамадану, небрежность, о которой знает только Господь миров. Клянусь Аллахом, если бы пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвижникам показали, как мы живем в Рамадане, они сочли бы это отвратительным. И как может быть иначе, если сахабы молили Аллаха по 6 месяцев, чтобы он довел до них Рамадан? То есть, братья, они делали это дуа, начиная с месяца Сафар. Представьте себе, остается еще 6 месяцев, а они уже думают о Рамадане. А мы задумались о нем только сейчас, буквально перед его приходом. Мы начали думать о нем за неделю до его наступления. Сегодня хатыбы прочитали нам проповедь о Рамадане, и мы вдруг очнулись от нашей беспечности. Сахабы, да пребудет над ними довольство Аллаха. Думали о нем за 6 месяцев. Братья мои, необходимо немного поразмыслить, почему они делали дуа Аллаху за 6 месяцев до начала Рамадана? Почему им не хватало одного дня или двух? Почему им недостаточно было одного месяца? Они осознавали ценность Рамадана. Следовательно, если мы не делаем дуа Аллаху о наступлении Рамадана, это значит, что мы еще не познали достоинства Рамадана. Удивительно, уважаемые братья, что сахабы, которые знали больше, чем мы, не делали дуа Аллаху по 6 месяцев о том, чтобы он довел до них хадж. Они не делали дуа Аллаху в течение 6 месяцев о том, чтобы он довел до них закят. Такая особенность касалась исключительно Рамадана. Они делали дуа о Рамадане в течение 6 месяцев. «Они говорили такое дуа в своих намазах, когда выстаивали свои ночные намазы, на своих собраниях и встречах. Рамадан, Рамадан, Рамадан. Шесть месяцев ты говоришь о чем-то. И когда это что-то наконец придет, ты заключишь его в объятия, ты поместишь его в свое сердце, полюбишь все его мгновения. Шесть месяцев ты о чем-то говоришь. И, конечно, если ты увидишь это, ты устремишься к нему бегом. Так было и со сподвижниками, да пребудет над ними довольство Аллаха. Шесть месяцев. А сейчас, уважаемые братья, посмотрите на мил с Аллаха по отношению к нам. Мы сидим и говорим неделю о Рамадане, плачем, мы растроганы и тоскуем по его приходу. А если бы мы делали это в течение месяца? А если в течение двух, трех? Что если бы было бы шесть месяцев подряд? Тогда бы мы, уважаемые братья, познали ценность Рамадана. Сподвижники знали, что Рамадан отличается от всех остальных дней в жизни. Вы знаете, братья, Рамадан – это очень ценный шанс. Достаточно будет того, что Всевышний Аллах сказал об этом месяце. Я не говорю, что Он сказал о самом посте. Он сказал о самих днях Рамадана. Даже если мы не держали в них уразу, Всевышний Аллах сказал, в месяц Рамадан был неспослан Коран, верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и развлечения. Аллах с похвалой отозвался о месяце в целом. Если Аллах хвалит что-то, это значит, что Он любит это. Если Аллах что-то любит, мы тоже должны это любить. Если Аллах любит Рамадан, а мы не любим Рамадан, то это беда. Это значит, что мы до сих пор не постигли Аллаха, не познали Аллаха и не полюбили Аллаха. Любовь к Нему не зашла в наши сердца. Если Аллах с похвалой отзывается о каком-то месяце, если о нем сказано в аяте, который будет читаться вплоть до судного часа, его будут читать пророки и праведники, шахиды, ученые и простые люди. Его будут постоянно повторять, и Аллах отвечает за сохранность этого аята, в котором Он похвалил месяц Рамадан. Вы видите, Аллах не просто похвалил пост. Аллах с похвалой отозвался о самом месяце. Есть люди, которые не держат уразу в Рамадане, потому что болеют. Есть люди, которые не постятся в Рамадан по каким-то уважительным причинам. Но они застали этот месяц, который любит Аллах. Поэтому они стараются делать в нем благие дела и плачут, когда он кончается. Хотя и не держали в нем уразу. Ведь вопрос здесь не просто в посте. Рамадан по своей сути это великие дни. Великие дни и великие ночи. Иногда мы не задумываемся об этом. И думаем, что Рамадан это когда мы постимся с утра и до Магриба. Все. А когда наступает Магриб, начинаются загадки. Песни, фильмы, злословия, сплетни. Нет. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорит. Поистине у Аллаха каждую ночь, он не сказал каждый день. Ночь важнее, чем день. Поистине у Аллаха каждую ночь из ночей Рамадана будут освобожденные от огня люди. Ибн Раджаб говорит. Аллах освобождает от огня каждую ночь тысячу тысяч. А когда наступает конец ночи, он освобождает столько, сколько освобождает за весь месяц. Каждую ночь Аллах освобождает от огня миллион. А в конце ночи Аллах освобождает 29 или 30 миллионов. Каково же достоинство этого месяца? Среди тех, кто будет освобожден, может быть какой-нибудь старик, который не в силах проститься, или женщина, которая не держит пост по уважительной причине. Но они застали этот месяц. И Аллах облагодетельствовал их своей милостью. Этот месяц, уважаемые братья, шанс. Потому что это месяц прощения. Как будто Всевышний Аллах обязательно собирается простить тебя. Послушайте вместе со мной слова пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Он говорит. Пророк, салли Аллаху алейху ассалям, показывает тебе одну дверь за другой. Одно средство за другим. Он говорит. Держи уразу в этом месяце. И Аллах простит тебе. Не получилось поститься? Выстаивай ночные намазы. Не получилось и это? Выстаивай ночь предопределения. Аллах хочет простить тебя. Это месяц прощения. Это месяц милости. Пророк, салли Аллаху алейху ассалям, говорит, обращаясь к сподвижникам. И этот хадис в своей основе касается поздравлений. Когда мы поздравляем друг друга с наступлением Рамадана, который отличается от остальных 11 месяцев. Отличается даже от Зульхиджи и Зулькаады. Пророк, салли Аллаху алейху ассалям, говорит, к вам пришел месяц Рамадан. Благословенный месяц. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, Благословенный, мубарак, месяц в своих часах, минутах, поклонении, таравихи, намазах, уразе, закате, милостыне. Все, что в Рамадане благословенно. Поэтому некоторые люди стремятся отдать закат в Рамадане. Почему? Потому что в Рамадане больше барраката и награды. К вам пришел месяц Рамадан, благословенный месяц. Аллах вменил вам в обязанность поститься в течение него. В Рамадане отворяются врата небес, запираются врата ада, на шайтанов надевают кандалы. В этом месяце у Аллаха есть одна ночь, которая лучше тысячи ночей. И тот, кто лишился блага этой ночи, тот действительно потерял многое. Посмотрите на слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он призывал нас. Что он сказал? Он говорил те же слова, которые стали названием нашего разговора этим вечером. Рамадан – это шанс. Он говорит тебе, это шанс. В Рамадане есть одна ночь, которая более велика, чем другие ночи. И ученые имеют два мнения по поводу ночи предопределения. Два мнения. Одни говорят, что эта ночь лучше, чем 83 года. А другие, что она лучше, чем все годы. Всевышний Аллах говорил языком арабов. И когда на арабском языке говорилось «тысяча», имелось в виду очень много. Аллах сказал, что эта ночь лучше, чем тысяча ночей. И мог при этом иметь в виду, что она лучше всей жизни. Если ты просто застанешь эту ночь, то ты достигнешь такой победы, после которой никогда не окажешься в убытке. Эта ночь – одна из ночей Рамадана. Так что можно сказать обо всех ночах Рамадана в целом? Что можно сказать о том, кто застал Рамадан? Рамадан – это возможность изменить жизнь. Потому что Всевышний Аллах говорит. Братья мои, Аллах обратился к вам, как к уверовавшим. Когда Всевышний Аллах говорит о посте, Он обратился только к верующим людям. Знаете ли вы почему? Потому что держать у разу способны только верующие люди. Если ты увидишь, что ты отстаешь, колеблешься в Рамадане, тебя что-то в нем раздражает, это значит, что твоя вера слаба. Проверь сам себя. Плачь о себе. И так, когда Всевышний Аллах захотел сказать об Уразе, Он обратился к верующим, чтобы пробудить их. Он сказал. Аллах, братья мои, не предписал нам пост, чтобы смотреть на нашу жажду. Аллах не хочет видеть нас голодными. Нет, клянусь Аллахом, уважаемые братья. Пророк, салли Аллаху алейху ассалям, говорит, кто что-то съест или выпьет, по забывчивости это значит, что его накормил Господь. Всевышний Аллах кормит так некоторых постящихся. Аллах не хочет, чтобы я голодал. Он не хочет, чтобы я страдал от жажды. Аллах просто хочет от меня богобоязненности. Аллах предписал мне у разу, потому что с людьми помогает только принуждение. Если бы пост был сунной, большинство людей не постилось бы. Если можно было бы выбирать, мы бы начали кормить бедняков и оставили пост. Но из-за того, что Аллах любит нас, из милости Аллаха к нам, из-за того, что Аллах призывает нас к вере, мы стараемся достигнуть богобоязненности. Да. Как ты можешь стать богобоязненным в Рамадане? Спроси себя. Могут ли лекции и проповеди удержать тебя от злословия? Нет. Сегодня мы сделали джума-намаз. И сразу после него ты видишь, как некоторые люди злословят о хатыби. Что касается постящегося, то сколько бы ты ни пытался склонить его к злословию, он не злословит. Перед ним телевизор, он выключает его. Музыка, он выключает. Мимо проходит женщина, и он не смотрит на нее. Субханаллах. Ты говоришь, ты такой-то. Вчера, когда еще был Шаабан месяц, ты смотрел на женщин, что с тобой случилось? Это месяц поста. Месяц Рамадан. Это месяц богобоязненности. Он воспитывает тебя на богобоязненности. Он открывает перед тобой двери. Запрети себе страсти. Даже если они у тебя в руках, и ты легко можешь получить их. Иногда в Шаабане месяце или в Шауале грехи находятся далеко от нас. Мы должны ходить и искать их. А в Рамадане днем грех может оказаться прямо перед тобой. Ты видишь экран и выключаешь его. Разве это не месяц богобоязненности? Богобоязненности. Он воспитывает тебя издалека. Знаете ли вы, почему люди становятся богобоязненными в Рамадане? Потому что пост – это изнурительное поклонение. Аллах избрал его для нас. Почему он изнурителен? Потому что в нем оставление того, что мы любим. И оставление этого сложнее, чем пожертвование этим. Я могу пожертвовать то, что я люблю. Я могу дать тебе 100 реалов. Могу дать милостыню 1000 реалов. Но если мне скажут, оставь свою жену и детей, я скажу, это очень сложно. Поэтому в Рамадане то, что мы любим – еда, питье, жена, музыка, песни, злословие – все это любимо для душ. Мы любим отдыхать, но оставление всего этого будет утомительным. И каждое изнурительное поклонение призывает тебя к богобоязненности. Почему? Потому что когда ты устаешь во время поклонения, ты говоришь в душе «О Аллах, я боюсь, что после всей этой усталости и затруднений, Аллах не примет это от меня». Таким образом, ты стараешься не портить свое поклонение. Поэтому Аллах и вменил нам в обязанность пост, чтобы мы вкусили голод и жажду для нашей же собственной выгоды. Не потому что Аллах извлекает пользу от нашего голода и жажды, а потому что это в наших же интересах. Хорошо. В чем эти интересы? В богобоязненности. Чтобы человек встал и сказал «Нет, нет, я не хочу сегодня песен, не хочу злословить, хочу опускать свой взор». И так 30 дней. Он опускает взор, 30 дней не слушает песни, 30 дней не смотрит фильмы, 30 дней с благочестием относится к родителям, 30 дней избегает грехов. И через 30 дней он словно выходит из рамадановского института. Он богобоязнен и хочет встретиться с Аллахом в таком состоянии. Быть может, вы будете богобоязнены. Так, уважаемые братья, Аллах воспитывает нас на богобоязненности и обращается с этим также и к грешникам. Сейчас у некоторых людей есть грехи, которые они совершают постоянно. Возможно, в рамадан они также не смогут их оставить и будут делать их после Магриба. Как, например, курильщики. И мы просим Аллаха наставить исламскую молодежь, взрослых людей и всех мусульман. Например, ты видишь, как курильщик, когда наступает рамадан, обращается сам к себе, я не могу оставить курение. Когда приходит рамадан, он оставляет курение на какое-то время, на 12 часов или на 14 часов днем. И дальше он начинает задумываться. Я могу не курить ради Всевышнего Аллаха. И его богобоязненность начинает усиливаться день ото дня. Если я смог не курить 14 часов до конца сегодняшнего дня, осталось всего 10 часов, почему бы мне не выдержать и их, и не обелить мое лицо в судный день, не улучшить мою книгу в судный день, не раскрыть свою грудь прямым руководством? Зачем мне сжигать самого себя? Таким образом человек начинает тренироваться в богобоязненности. Так грешник или преступник может воспитываться на богобоязненности в рамадане, задавая себе вопросы. Такой человек говорит, разве пить воду не халяль? Разве не разрешено есть хлеб? Хорошо. Так почему я не могу есть днем? Потому что поклоняюсь Аллаху. Он спрашивает себя и дальше. Если я оставляю воду и хлеб, хотя они разрешены, ради довольства Аллаха, почему тогда я не могу бросить курить, что является харамом, до тех пор, пока не встречусь с Аллахом? Почему бы мне не оставить песни с музыкой, которая является харамом, пока я не зайду в могилу? Так богобоязненность начинает расти и развиваться, постепенно и не спеша. И вдруг тот, кто говорил, не могу отказаться от фильмов, задается вопросом. «Я оставляю халяль до захода солнца, так почему я не могу оставить харам, пока не зайдет солнце моей жизни, когда я покину эту дунью?» И заход солнца сегодня, в рамадане, это словно заход твоей жизни, твоя смерть. Сравни это с тем, и к тебе придет богобоязненность. Месяц рамадан – это месяц богобоязненности. Таким образом, это возможность изменить жизнь. Рамадан – это словно подарок от милостивого Аллаха. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Воистину у Аллаха есть подарки, которые Он дарит вам в дни жизни вашей. Старайтесь же их обретать. Братья мои, Всевышний Аллах хочет от меня и от вас, чтобы мы сами ходили и искали их». Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Старайтесь обретать их. Иди сам и прими этот дар от Аллаха». Пророк да благословит его Аллах и приветствует, вставал перед Аллах каждый день и молил Аллаха принять это от него. Просил Аллаха о прямом пути, выстаивал ночи в намазах и плакал перед Аллах. Хотя он был пророком, он вставал и сам говорил, «О Аллах, я прибегаю к тебе от Хаура после Каура». Каур – это завязывание чалмы, а Хаур – это ее развязывание. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, словно говорит, «Господь мой, я встаю перед тобой, так не вводи меня в заблуждение после того, как ты направил меня на прямой путь». И это был Мухаммад, пророк, становился даже перед племенами, племенами, которые имели меньше достоинства, чем он, и имели меньшую ценность перед Аллахом. Вместе с этим он говорил, «Кто возьмет меня под защиту, пока я буду доносить религию? Кто защитит меня, пока я помогаю религии Аллаха? А мы? Встали ли мы перед Аллахом? Поставили ли мы себя в правильную среду? Пошли ли мы на лекции и собрания? Отсканировали ли мы свое сердце? Извлек ли ты наружу свои беды и испытания? Рамадан поможет тебе подняться. Он скажет, «Ты готов лечить свое сердце?» Когда приходит Рамадан, ты обнаруживаешь, что в твоем сердце мало веры. Ты обнаруживаешь, что тебе нужно больше плакать перед Аллахом во время ночных намазов. Возможно, Он примет твое поклонение. Если до сих пор Аллах не принял тебя, тебе нужно делать еще больше и больше. Поставь себя перед Аллахом. Найди свои ошибки и секреты. Рамадан – это шанс. Это подарок от Ар-Рахмана. Поставь себя перед ним, и, может быть, Аллах примет тебя. Тот, кто обратит себя к подарку от Аллаха, получит успех и победит. А если кто-то откажется от подарка Ар-Рахмана, то Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается. Аллах не нуждается ни в ком, и никто ему не нужен. И к его милости относится то, что он призывает нас к прямому пути и пути правильности. Рамадан – это месяц Корана. Рамадан – это месяц покаяния. Рамадан – это месяц дауата. Рамадан – месяц джихада. Рамадан – месяц работы. Рамадан – месяц принятия. Рамадан – месяц благих дел и искренности. Рамадан – месяц милостыни. Рамадан – это месяц благочестия к родителям и поддержания родственных связей. Это Рамадан, о величайшем поклонении которого, и это пост, говорит пророк. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сообщает нам об этом, передавая слова своего Господа, все дела сынов Адама, для них же самих, кроме поста. Поистине он для меня, и я сам награжу за него. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит об этом величайшем поклонении в Рамадане, о посте, одному из подвижников, тебе следует поститься, ибо поистине нет ничего равного посту. Что означает этот хадис? Он означает, что в судный день, если при жизни ты притеснил кого-то, злословил о ком-то, пролил кровь кого-то, этот кто-то придет и заберет у тебя. Что? Твои благие дела. Он возьмет из твоих намазов, из твоей умры и хаджа, из твоего джихада, из твоего да'вата, все, кроме поста. Твою уразу он забрать не сможет, потому что, как сказано в хадисе, нет ему ничего подобного или равного. Нет такого дела, которое могло бы с ним сравниться или соответствовать какому-либо греху, чтобы его можно было взять за счет того греха. Нет, пост – это нечто особенное. Поэтому тому, кто будет держать уразу, будет гарантировано, что это благое дело останется с ним. С твоего поста невозможно будет ничего забрать. Тебе следует поститься, ибо поистине нет ничего равного посту. Он останется, останется в твоем свитке. Его никто не сможет забрать себе. Даже тот, с кем ты обошелся несправедливо и о ком ты злословил, тот, обиженный тобою, ничего не сможет взять от него для себя. И Всевышний Аллах сохранит его для тебя. Когда наступал месяц Рамадан, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уважаемые братья, сообщал своим сподвижникам о том, какая великая возможность открылась перед ними. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начинал совершать дела, которые были непривычны его сподвижникам. Анас рассказывал, что во время Рамадана к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, приходил Джибриль, встречался с ним каждую ночь, изучая вместе с ним Коран. И поистине, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встречался с Джибрилем, он был более щедрым на все благое, чем вольные ветра. Он говорит, «Все, с приходом Рамадана пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начинал обращаться с имуществом удивительным образом. Он клал руку в карман и вытаскивал что-то. Клал и вытаскивал». Так что сподвижники удивились, его жены удивились, сподвижницы удивились. Что происходит? Он словно говорил сподвижникам. Видите? Это шанс, который может не повториться. Может быть, сейчас он уйдет и больше не вернется. И Всевышний Аллах говорит, «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься». Что значит этот аят? Это значит, что кто-то один из нас, двое или группа мусульман, могут не застать Рамадан сегодня ночью, завтра или послезавтра. Не вся умма может застать Рамадан. Поэтому Аллах обратился только к тем, кто застанет его. Что касается того, кто умер, то его деяния прекратятся. Он умрет между старым Рамаданом и этим, новым. Сейчас до Рамадана осталось всего 4 дня. И клянусь Аллахом, мы не знаем, застанем мы этот Рамадан или нет. Но Всевышний Аллах пообещал нам принять наши благие намерения. И мы просим Аллаха довести до нас Рамадан. И если мы не застанем его, мы просим Аллаха принять от нас пост и выстаивание ночных намазов по нашим намерениям. Даже если мы не будем держать уразу, выстаивать намазы, и вообще не застанем этот месяц. Милость Аллаха обширна. Поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, показывал сахабам, что Рамадан это что-то особенное. Эти 30 дней особенные. Это шанс. Некоторые ученые объясняют слова в хадисе, что означает, он был более щедрым на все благое, чем вольные ветра. То есть в нем были качества ветра. Ветер доходит до всех. И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, давал всем. Он что-то раздавал, даже богатым в качестве подарка, а бедным раздавал милостыню. Он не оставлял никого. Ветер бывает быстрым. И Пророк раздавал милостыню быстро. Он не колебался. Он не задумывался. Он клал руку в карман и доставал что-то. И раздавал. Он говорил, Беляль, что ты делаешь? Он отвечал, о послании к Аллаху. Я раздаю финики поштучно для твоих гостей. Он сказал ему, трать их, о Беляль. Не бойся, что обладатель великого трона уменьшит твое дело. Ничего не оставляй дома. Раздавай. Давай милостыню. Давай людям трать и расходуй. Таким был Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он быстро, не задумываясь, раздавал всем. Таким образом, он был щедрее вольного ветра. Он сидел и учил Коран с Джибрилем. Это значит, что он сидел с праведниками. Также он читал Коран, призывал к Аллаху. Вазават при Бадре. Все это было призывом к Аллаху. И та битва произошла 17 числа Рамадана. Таким образом, Рамадан – это шанс полностью изменить жизнь, как это делал Пророк. Поэтому, уважаемые братья, нам необходимо подготовить себя, начиная с этого момента. Эти четыре дня мы будем считать подготовкой. И, надеюсь, мы подготовимся в течение этих дней. Да, их мало. Но если Аллах увидит нашу искренность, Он благословит нас в нашем времени, стараниях и усилиях. Уважаемые и любимые в Аллахе братья, начиная с этого момента, нам необходимо стать более щедрыми, тренировать душу, увеличивать призыв к благу и обращаться к Всевышнему Аллаху.